Артём впервые посетил новый генеральный консул Японии во Владивостоке, господин Кантира Накамура. Он встретился с главой городского округа Александром Авдеевым. Господин Накамура прибыл во Владивосток после дипломатической службы в Анкаре. В багаже нового генконсула также служба в Вашингтоне и Москве. Господин Кантира Накамура говорит по-русски. Свой интерес к русскому языку он объяснил тем, что Россия – близкий сосед Японии, и знание языка будет способствовать развитию дружественных связей. Генконсул Японии во Владивостоке и глава Артёма тепло поприветствовали друг друга и выразили уверенность, что добрососедские отношения между Японией и Приморским краем будут продолжаться и впредь. В первую очередь это касается места захоронения японских солдат на территории Артёма. Генконсул подчеркнул, что все японские делегации, которые его посещают, отмечают хороший уход, поддержание чистоты и порядка. Господин Кантира Накамура выразил признательность главе округа за уважительное отношение к месту захоронения. На территории города находится памятник японских граждан, которые поконны здесь после войны. Поэтому администрация города очень хорошо ухаживает за этим местом, очень прекрасно там делает. Это свидетельствует хорошее понимание истории и чувства человека, японцев. Мы сильно, искренне, высоко оцениваем это сотрудничество. К тому же у нас тоже продолжается сотрудничество области культуры. В прошлом году мы проводили в городе Артёме два концерта. Ещё мы проводили культурный день в Японии в Артёме. И вот администрация города дала нам очень большое содействие. И вот результат получился удачно, очень удачно. В свою очередь Александр Авдеев отметил, что сотрудничество японского генконсульства с Артёмом длительное и конструктивное. Глава городского округа готов рассматривать любые виды дальнейшего взаимодействия. Но основной акцент он также делает на связи в области культуры и спорта. Обе стороны выразили намерение сохранять добрые отношения и работать конструктивно во всех областях. Если ты относишься положительно, то наверняка и к тебе относятся положительно. Хотелось бы дальнейшее сотрудничество именно в сфере культуры, именно в сфере спорта. Пусть ездят наши дети, пусть внуки ездят там, допустим, да, и пусть они смотрят, что такое страна, показывают свою культуру, учатся. Может быть, есть возможность, когда надо посмотреть и чужую культуру, и что-то тоже перенять от них. И пусть также дети других стран приезжают в город Артём, смотрят, что умеют наши дети. А наши дети умеют очень много, и мы ими должны гордиться. Поэтому вот это основная причина, по которой, наверное, мы работаем и будем продолжать в этом направлении работу. Луиза Сысоева, Илья Тишкин, Светлана Норик, Городские новости.